Взять бесплатно. Я имел ввиду всех. Вот здесь много салопана. Салопан как сливки продают. А вот кружка. Черпайте берите. Второе ведро у меня там есть еще. Вы знаете для чего она нужна? Сегодня легко это узнать. Кроме того она аппетит человека вызывает. Не забывай это. Самый высший аппетит идет когда напоят его полынью. Господь напоит полынь. Ну не вся полынь там у нас есть такая, она вот такая-то как дальше не растет. И большая она, очень сильная. Натрешься, насекомые боятся садиться. Вот относительно трав, относительно пищи, коротко сказать. И всякое зелень написано в пищу человека. А всякое ли? Василий Вики говорит так. Мы же не белиной объелись, чтобы белину есть. Белина. Видели какие маленькие макоты растет деда? Если ты не знаешь, маленькие дети бывают едят, честными бывают. Куда они ведут? Значит и здесь надо разбираться. Надо смотреть. У нас лопух, это беда. Мы срубим. Вот такой вот вырастает. На верху это цепляется семенам везде. Срубили его. Короткое время проходит, вот такой выраст. Я его опять вырубил. Опять. Наконец, к осени вырастает только вот такой вот он. Но головки, семена у него здесь. Я думаю, это вот пинас. Как бы не давили и не убили, а мы должны Слово Божие распространять. Семен Божие. Ни одно растение так не бьется за распространение. Он обычно как тополь, пух отлетел, берется так. А этот десять раз. Вырубаешь и подосишь, все равно он растет семена. И сцепляется ему раз, если нет, то собака, это кошка, засыпись, так главное ребятишек раскидать по свету. Вот отсюда сколько можно научиться от обыкновенной репья. А в Японии, я узнал, шесть блюд из него. Из листьев, из корня. И притом не где-то, а раковые болезни останавливают. Репья обыкновенный лопухой. Надо научиться, у других народов учиться. А даже я прочитал во Вьетнаме, советский какой-то там журналист или кто заболел. Ну и пришел, просчитал на дому, видимо. Он ее ощупал, все, и он, плати деньги, подожди, говорю. Я тебе только лекарство дал. Если горшок заказанный разбился, вы будете платить мне так и здесь. Когда все будет на месте, тогда ты заплатишь. У меня, говорит, сынаха по пульсу определяет, я не знаю, пятый месяц беременности или какой определяет, мальчик или девочка. Оказывается, медицина и других народов. Мы корень солодки берем, знаем или не знаем, что две тысячи лет как китайская медицина добавляет у буквального все лекарства. А мы сколько привозили, да мне не надо. Хрена сейчас привезли сколько. А о нем поговорка, хрена, вещики не слаще. Кому надо хрен? Вот у нас спрашивали здесь. Мы накопали. У нас там у Володи такое называемое хреновое поле. Там один хрен вот такими лопухами растет, иначе стали копать. И кто? Виталий, Колейников, который везде встает в работе, здесь больше всех накопал. Как будто он только на хрене и выдал. Проходит какое-то время, полное ведро большое, 13 литров набил до таких, чуть потоньше руки, корней. Я таких и не видал даже. То есть у человека внезапно открывается талант в работе. Вот доказательства. Никогда не знал, что сумею залезть на лестницу, да предпоследнее это, за кустик держать и взять. Прошу, не пройдите мимо, возьмите. Чтоб я знал, что не напрасно трудился. Потому я видел, почему я спросил Лену в политехе, она там паяльки собирает, а тут принес, тебе надо везде убрать, там плохие убрать, и здесь еще сок внизу. На этой неделе никаких особых событий как будто не было, в то же время были. Я прошлый раз говорил о батюшке, порадовал, я вышел на благовестие. Конечно, это невероятно, что он приедет и расскажет. Или как будто Евангелие дорогой дал, или что. Вчера отбеседовали здесь мы с батюшкой, и уже в интернете утром встал, уже в отзывы идут, уже выставили. Сестра Елена сняла, видимо, она выставила, я так догадываюсь. Я попытался, не мог закачать. Так, у нас сегодня собрание немного необычное. С нами важный гость и вумен из Москвы. Николы, чудотворца храм на Берсеневке, метров 200, не больше от Храма Христа Спасителя рядом. И наша Ставка, каждый раз, когда мы проезжали, за границу уезжали, всегда останавливались здесь. Какой прием они оказывают, это можно в интернете посмотреть. Объявления дают, наверное, в интернете, люди откуда-то приезжают. В какой-то гонации нет они, если я не ошибаюсь, даже тогда сербский патриарх у вас был, кажется, раньше нет. Ну, Павел, кто-то там был. Во всяком случае. Батюшка берет богослужение. Антилохий. А? Антилохий. Антилохий митрополит. А? Черногорский митрополит Антилохий. А? Ну, понятно. Это я просто так видел. Я знаю, очень знатные люди. И поэтому для нас с батюшкой, он вчера подсчитал, 32 года назад свеча состоялась. 32 года. Это что-то значит. И дружбу нашу не нагрушили. Нет. У него когда трудности какие, он звонит. И мы каждый день его поминаем в молитвах. Там у них какие-то опять неврядицы с землей пытаются вроде бы отнять. Правильно? Ну, мы что знаем? Как помочь? Он единственный вроде храм, если не так, подправьте. Который, наверное, не принял. Так? Это тайна какая-то? Приняли. Приняли. Я говорю, до конца держитесь. Это не знак Антихриста. Но сколько можете, вы даете нам пример стойкости. Это не просто в Москве устоять. А сейчас там, ну, большая как бы территория. Считает, у них отнять надо ее. И мы все переживали здесь. Он приехал в Варнаул второй раз. Однажды он приезжал с детьми и с родителями в храме был. Так сказать, у нас здесь. Он состоит член Союза писателей. Так что, попрошу батюшку, что ему на сердце Бог положил, сказать. Какие вопросы будут ответить? Хочу поприветствовать всех братьев и шестер. А сугубо дорогого Игнатия Тихоновича Лапкина. Безусловно, это выдающийся человек, выдающийся проповедник, миссионер нашего времени. Опытный педагог, который в течение десятилетий, начиная еще в советское время, бесстрашно проводил летний лагерь в деревне, которую он возрождал со своим братом, отцом Иоакимом. Это величайший пример, когда деревня возродилась в какой-то степени. Мы знаем о том, что статистика ужасающая. Еще до перестройки в Алтайском крае с карты исчезло около 300 деревень. А возродилась, наверное, единственная потеряемка. А за последние 30 лет около 30 тысяч деревень исчезло с карты России. И еще немало тысяч, где жителей совсем осталось немного. Поразительно эта целеустремленность по воспитанию подрастающего поколения, особенно трудных подростков. Методика уникальная воспитания этих детей, основывающаяся на народных традициях, но, главное, на базе Слова Божия и святоотеческого учения. И поразительные плоды этой работы. И, к сожалению, как я сегодня услышал, 4 года тому назад уже вопрос стал ребром и были вынуждены завершить работу этого лагеря. Что касается борьбы с глобализацией, то для нас ориентиром являются слова преподобного Паисия Святогорца. Который говорит, что в этом плане, сколь можешь, противостань, борись. В любом случае старайся хотя бы в какой-то степени отставать от тех, кто устремляется по этому пути. Уже это будет ценно в очах Божиих. Хотел бы преподнести Игнатию Тихоновичу свою последнюю книгу, восьмую книгу воспоминаний на добрую память. В надежде, что будет какой-то отклик, отзыв. Как всегда, беспристрастный, как всегда, наверняка, блесткий и традиционным упреком о том, что недостаточно содержания Слова Божия. Это, конечно, большая проблема. Я целиком согласен с Игнатием Тихоновичем в том, что Слово Божие, Священное Писание должно быть в большей степени в центре внимания православного человека. И вот сегодня, слушая не с самого начала, правда, вот эту проповедь тематическую о том, что мы можем извлечь, наблюдая за таким дивным творением Божиим, как собака, сколько мы можем извлечь для себя пользы, назидания. И я понял так, что практически везде, где на страницах Священного Писания упоминается это животное, все было мобилизовано. Плюс еще личные наблюдения, научные наблюдения, такие, как в 12 тысяч раз у собаки нюх более развит, чем у человека. Все это очень назидательно, и от всего, от рассмотрения твари мы возносим наш ум к познанию величия Творца. Да. Ну, два слова о нашем же свежихе, действительно, храм в центре Москвы, древнейший храм Замоскворечья, храм во имя святителя Николы на Берсеневской набережной, храм, где раньше был монастырь мужской, два столетия, с 14 по 16, а нынешнее строение храма, это дораскольного периода, и с первого дня в нашем храме совершаются уставные богослужения по старому обряду. Это твердый фундамент под нашими ногами, в нашем устроении, и это органично сочетается с насыщенностью просветительским элементом жизни нашей общины. К сожалению, вот это недооценивается призыв Христа в проповеди о вечной жизни, о живом Боге. Так, сегодня на ранней литургии в одном храме я, к удивлению, не услышал проповеди в окончании ранней литургии. Конечно же, это большое упущение, не воспользоваться присутствием в храме значительного количества людей, и не сказать проповедь назидательную, это, конечно, большое упущение. Несомненно, ценность, на мой взгляд, подвеснического трудов Геннадия Титановича, то, что он обращает наше внимание на центр христианской жизни, он на этом акцентирует, что это прежде всего новое рождение, духовное рождение, которому мы все призваны. Это проповедь благовестия о встрече, личной встрече со своим Спасителем. Безусловно, вся внешняя атрибутика, уставная сфера, это все только средство для того, чтобы нам приблизиться к Богу. Это не должно никак заслонять, вводить в сторону, а должно именно способствовать этой проповеди, этому общению. Я еще раз сердечно приветствую Анастасия Титановича и его удивительную общину. В этот воскресный день желаю помощи Божией вам в дальнейших ваших трудах по просвещению нашего народа, по несению Слова Божия людям. И, несомненно, это для нас дает большой импульс, чтобы и мы не спали, но ободрствовали, и также активно занимались этим деланием. Спасибо, Христос! Благодарю от себя лично, от всех нас, за то, что вы к нам приехали. И благодарю от себя за то гостеприимство, которое вы мне уже оказывали. Я у вас проживал несколько дней в вашей обители. Спасибо, Господи, вас. Так, ты-ка, Андреич, почитай слух, что бы я тут описал. Выдающемуся проповеднику современности, милостивому педагогу, опытному, талантливому, талантливому педагогу. Вы сами почитаете, очень. Первая срочка. Проблемы с почерком. Погромче, это хорошо. Выдающемуся проповеднику современности, талантливому педагогу, потрудившемуся в течение нескольких десятилетий над возделыванием нескольких сот детских душ, успешному миссионеру, чудовику, который самоотверженно и бескорыстно свидетельствовал о Христе, свидетельствует о Христе. Миллионам соотечественников Игнатия Тихоновича Латкина от автора «С любовью о Христе» Игумен Кирилл. Вот так. Можно просить порядок. Ну давайте посмотрим. Я нахожусь на лечении. Здесь у меня большие проблемы со здоровьем. Лечение столицы к какому-то тупику пришло. И сейчас по благостоянию старобрядчика Метоприд Корнилия, что-то там я очень близок. Я нахожусь в этой поездке на Алтае для того, чтобы подлечиться травами. Вот уже в четвертый день я занимаюсь этим. Надеюсь, что укрепившись продолжу свое служение. А слушая сегодня проповедь Игнатия Тихоновича, я подумал, что 70-80 лет это еще не предел. Что это представление, что уже не то мышление, не то память. На примере Игнатия Тихоновича можно сказать, что это не работает такое представление. Он энергичен. по-прежнему у него цепкая память, быстродвижимость ума и действительно впечатление, что ум плавает в Слове Божием, о чем говорил и призывал преподобный Сарафим Саровский. Поэтому дай Бог, чтобы от этого огонька от горящего духом человека и наши бы лампадки тоже зажглись и мы тоже в меру наших возможностей тоже занимались этим деланием, несением людям Слова Божия, Света Христова. Аминь. Христос Должен сказать, что мы давно уже молимся о вашем здравии постоянно. Я, например, каждый день молюсь как минимум два раза. Помним вас всегда в молитвах. Помоги вам, Господи. Я благодарю за это. Действительно молиться править чудеса. К примеру, очень много каждый в своей жизни такие примеры знает. И, несомненно, если бы не общая молитва соборная, то, наверное, намного было бы все хуже. Вот. Во многом нас держит молитва, несомненно. Каждое утро у нас начинается молитва по интернету пять часов. И через каждые два часа после молитвы сто поклонные молитвы. И ваша имя каждый раз вспоминается там, объясняя гривен то и что. Так. Это относительно болезнь. У нас знакомый был один. Может его даже освещали. Самый знаменитый в интернете был иконописец Сергий Козлов в Воронеже. Он 17 лет держал недвижимый. У него двигалось только вот это плечо правое. И он этим плечом в интернете везде помогал. Вот мой Господь как познакомил нас. Его спрашивает Виталий как вы познакомились Игнать. Он говорит в интернете с кем бы ни одна брехня идет. И вдруг я встретил что вопреки своей выгоде человек рассказывает все как если. Батюшка сказал мужественно я там как я понял на суде я спрашивал людей как которые на суде были как обещали власти комфарты в то время а я отвечаю все было не так это внешнее только внутри меня все сжималось потому что вместо 193 меня 70 грозила я еще много не сказал я сказал будьте на свободе я вам еще больше наложил а зачем вам говорить это что вы не думали я какой-то герой нет я просто молился у меня задействовала на мне было 12 депутатов кандидатов наук по разным областям которые вслед все участвовали 12 кандидатов кое-кого я нашел потом которые обвинили что я неправильно говорю они доказывали что нет репрести не было не было раскулачивания как не было они говорят а нас заставили как это заставили вы деньги за это получили я узнал сколько денег они получили я не согласен с обвинениями а у меня 136 часов ярлы песни и двум кандидатам дают прослушать дают два дня суд отложили на два дня книгу можно читать по диагонали быстрое чтение но прослушать ты не можешь на скорости 40 раз быстрее ты должен остановиться посмотреть на каком метре счетчик показывает так я судьбу сразу сказал за два дня они не могли 136 часов просчитать всего 24 часа но больше 8 часов слушать не будет человек за два дня как 136 часов надо обман вот и была на суде которая я их нашел где они работают она там Антонова в университетах все работают преподавателями и с ними побеседовал вы бога не боитесь она говорит у меня деда раскулачивают да-ка раскулачивают тогда еще спросите Твардомского где его отец был за что сын за отца не отвечает судили это статья сейчас нет законод по этой статье может сегодня половина Верховного Совета пересажать и убрали из закона нет и в это время в Москве вы знаете Балашок Николай он там доктор богословия помогает поврежден церковным отношениям он большую пользу оказал вот этот для слова Божия нет Плюс там его имя как автор материала первое он Надежде Васильевны помогал в Генеральной прокуратуре он там часами просиживал приема отдал если его где-то встретите передайте ему низкий поклон скажи книга такая вышла то есть ну это для слова Божия нет УС Пусть он если нужно будет я бы попросил кое-кого найти вам вот если вы в Москве бываете у вас знакомые есть найти это все как она называлась союзная или как суд президент Верховного Суда СССР вот как Амелина Амелина она повернула все дело вот этого места не было бы у меня ничего нету они мне не дали никак и она оттуда вернула уже законченный суд а здесь краевой судья Пашков Пиктор Иванович мне сказал это первый раз я встречаю за свою жизнь чтобы гражданское дело разбирал в президенте Верховного Суда СССР нет обычно там разбирают это убийство или где-то и она вернула назад и тут сразу Бог восставил тут процентка была управляющая отдела инвестиций генерал-лейтенант потом первый секретарь центрального района была Ремнева Надежда Степановна и они восстали за меня сколько можете муружить и тут помог еще Тен был он юридическим институтом как ректор у них правильно говорю и все вместе и тут мэр города прокурор края на помощь пришли Парасхун Юрий Петрович и мое дело заново начали пересматривать и вот Милама оказалась городская администрация НИКРВ маленькая должность такая судебный исполнитель она пришла к ним это мне передали и сказала арестовывая все счета ни один бюджетник ни врач не получит в Алтайском крае пока вы не рассчитаете Сладкина и они сразу меня вызвали а могла ли она это сделать я не знаю но мне сказали это судебный пристав она должна смотреть за этим это Бог сделал так женщина приду какая-то Пчелкина или кто и тогда меня вызвали и стали уже говорить как нам рассчитаться я говорю недвижимость нужна а где молиться чтобы место было сухое недалеко от остановки ну и чтобы подвалы можно было копать я люблю подвалы и вот где мы оказались и сразу же меня повезли сюда я зашел в окно где он закрыт а второй дом я зашел только и сразу сказал согласен а там дом кому так это вам я просил примерно 100 квадратных метров а дали 226 вместо 226 а только Бог мог сделать большую помощь оказал у меня есть сейчас погиб мир фамилия Иван Иванович председатель железнодорожного суда он буквально за руку взял и вот что где стоило то что я насчитывал во всех городах близлежащих это место вырвали из судебных там где постановление одни колечки остались везде запросы сделали доходят до этого номера но я насчитываю оформляю музыкой сколько это стоит какой-то параграф 550 это нигде нету ну а Москва Москва вообще разбирайтесь на местах вот как дело было это было все непросто почему отец Аким и сказал ради смеха хорошо что брат саваль а то бы молиться нигде было 11 лет шел суд мои претензии были по государственным расценкам 11 миллиардов по тем ценам недоминированные а 11 остались они вырешили одну двухсотую счастье только вообще не знали как решить а ведь решила только о том что попало в руки и несмотря на это здесь мировое соглашение все это запечатательнее это Бог взял молились 7 людей тут не один человек даже один претендовал а почему Игнатий начальник этого дома мы тоже молились валика у него батюшка молились но сидел то он один на суде отвечал один по милости Божией батюшка приехал к нам теперь мы видим живой он будет дальше мертвый он в наших молитвах не надо бояться смерти вот козлов Сергей Георгиевич он об этом говорил высчитал бета искусство болеть искусство благодаря за все нужно уметь болеть вот у нее муж сейчас лежит он на одну неделю моложе меня бакист лежит я спрашиваю а почему лежит не ест ничего ну значит обязательно набирай этот сок что угодно сделать тут все намалено я лазил туда трез за кусты держался это мои страхи тут в колене я боялся оборваться хлопнусь и на самом верху за веточки держался и на этой лестнице вот зайдите сейчас все обобрал оставил чуть-чуть для птичей вот лодка это бог делает и что батюшка может все болячки твои ни при чем все для того ты приехал чтобы встретиться с нами а болячками тебя просто господь сюда по-другому ты с тобой не договоришься а вот ты видишь как а то так господь делает какая-то где-то причина зачем-то а потом является главное вот здесь побыл чему-то научился передал окут мы вас знаем не просто понаслышке вы были здесь кто вчера не был я повторю некоторые слова я батюшке говорил слова иногда которые не каждый примет и он все это напечатал что вам там такое не каждый напечатал бы с первой встречи когда я вам говорил и он как будто бы ничего не было все так я очень суровые обвинения давал что люди не знают писания надо обратить на это внимание и он все это напечатал это вот знаешь бальзам как Сергей нашел вот мой ресурс козлов и все прильнул дальше уже не разлей вода подал заявление быть членом потерянской общины вы знаете как и главное мой сайт ему понравился и он говорит я его передел еще лучше будет я говорю он очень грамотными людьми я не надо и он нанял программистов из Израиля и из Белоруссии соединил я говорю ты заплатил кое-как узнал за переделку другой вариант 300 тысяч отдал тысяч когда я за 300 рублей не стал бы этого делать я говорю у меня здесь самый высочайший уровень профессионалы делали нет там иконы ну то есть совсем это основное все брали с нашего сайта видишь как и встреча наша была не случайная он занимался только иконами а тут сразу что я делаю он вышел на народ после встречи и у него было около 450 роликов люди приходили к нему за советом спрашивали но он умер я по БСТ и все перекачал и они у меня стоят ему Бог давал как бы смотрел вперед я разговариваю с людьми они что-то перепеются как говорят у нас против а ты ничего не понял я говорю а что понимать это садомиты были к вам зашли два мужчины вот тебе на еще как-то что-то было он опять я разговарив просто открыто думаю так и есть а на самом деле он говорит нет это с этой цели зашли чтобы вызвать и прочее но надеюсь что так и обнаружилось то есть он очень сильно помог мне и вот пример как нужно болеть уметь он когда показывает снял какие трубочки как у него откачивают за ним и он сняли все а в хирургии ему два раза операцию по 7 часов делали почти полчаса под водой был скажи как он мог так это чудо а? чудо чудо ясно делаю он был там я у него приезжал туда это даже невероятно и он тогда прямой передачи отсюда даже стали передавать чтобы с нами участвовать в собрании так что болезнь это еще не приговор болезнь это милость Божия он так и называл всегда надо уметь болеть как болеть в первую очередь я вчера говорил русский антихрист был Иванов обливанием занялся Порфирий Корнеевич главное болезнь не впущать вовнутрь я вот в Америке много ездил где едешь смотришь школа там какое-то здание играет что-то соревнования а что а спорт болеть в Америке очень невыгодно чтобы вызвать скорую помощь по нашему 5000 на стол а у нас надо не надо бабка там 90 лет ей вызывает скорую помощь зачем сегодня бойтесь это делать болезнь этот это не а у меня глаз болел я его поменил механически порезал но попало там какие-то микробы негодные 6 лет почти было и сейчас левым глазом смотрю как правым недавно это сама ходили как врач меня польсил говорит у вас глаза как у орла вот это да у меня с этими глазами моргал 6 лет и ничего нету так что мы приехали сюда теперь уже мы не забудем никак батюшку кто не молился и Господь сильен потому что когда об Асе говорится и Аса болен ногами был царь и взыскал врачей а не Господа то есть какое-то различие делается а почему разве к врачам нельзя обращаться можно и нужно по надобности в них ибо иной раз и в их руках бывает успех а согрешающий да впадет в руки врача он тебе будет резать долоть это мы все испытали я думаю я боялся сильно наркоза когда мне делали на позвоночнике на позвоночнике там все нервы вместе доказалось что у меня не два канала на позвоночнике один канал очень необычное редкое такое один через позвоночник проходит ты знаешь кто делал операцию он профессор стал должен так да и приехал потеряя куда же я сказал когда делали операцию вы могли у меня снять а что ж не сказали вы бы все сняли и он пришел последний день начать а сейчас не уколы делает а какая-то как вот шланг у пылесоса в рот толкает и что-то то ли дает неюхать я не борода борода мешает я говорю без бороды никак он сразу ну ладно тогда без бороды что они там не раньше не позже не раньше и они сразу после операции меня зашли щипать стал чувствую я ногу или нет или перерезали там нервы я говорю чувствую я боялся не знаю пришел давай считать псалом такой-то давай третью главу евангелия экраном еще не забыл я понял что они все отнимают остается а что видели я увидел лагерь вот в этом состоянии солнечный день и где играете настольный теннис большой зал и там сидят ребятишки и какие-то светлые-светлые чуть непрозрачные ходят юноши и что-то детям дают что я не понимаю а я смотрю со стороны и не могу понять что это такое дети сидят полная тишина и кто-то их обслуживает чтобы я в лагере не беспокоился считать что утешение от Бога дивные дела твои господи так батюшки вопросы пока он здесь можно вопрос насущный редко встретишь старобрядческого священника который к нам и пришел но когда я не знаю сказать вопрос такой ну старобрядчество и вот это новообрядчество даже разговоры старого обрядчества а вера это одна книги одни и те же и даже на цикл на славянском языке а никак объединения не может быть среди людей Христос говорит нам любите врагов ваших сейчас прости старобрядцев вы считаете что это ваши враги новообрядцы конечно никто из них не скажет что это враги но если не враги тогда почему нельзя дружно-то жить допустим собрать какой-то собор старобрядцев новообрядцев и выписка почитать оно им легче будет договориться и вот синодальный перевод посмотреть и дать старобрядцам чтобы люди старобрядцы чтобы они прочитали на русском языке наконец-то и осознали что это действительно такой есть перевод который переводится с церковно-славянского языка наверное бы легче пошло объединение мне вообще интересно вот у вас на русском языке вы сначала на церковно-славянском читаете библейские за служение строки а потом а потом уже переводите на русский язык и вообще вот когда вы пробуете говорите поучение вы говорите на ту тему которая вот прошла сейчас прочитали слово Божие и на эту тему говорите или же можете говорить на другую тоже тему проповеди ну просто что на душу Господь положил вы другие строки говорите священного писания и говорите их по церковно-славянски читаете или по-русски говорите и какой перевод используете потому что старобрядцы они же не используются на данный период но я так понимаю что у вас вообще как-то странно все ну как у кочерковцев наверное и вы и кочерковцы это противоположности вот эти и могли бы вы как-то повлиять на это я понимаю конечно очень сложно потому что старобрядцы они жесткие ребята я их знаю но вы в таком положении находитесь я вижу что вы там о Корнилии разговариваете там филохи что я понимаю что это ваши как близкие знакомые у меня были близкие такие знакомые я бы с ним обязательно поговорил они полюбили слово Божие меня даже если бы не хотели они бы просто эти строки целовались и на дальнего переживания пусть батюшка ответит но все я уже рассказал ну такой вопрос непростой и коротко ответить не представляется возможным но начну с того что на какую тему проповедь вот у нас как на нашем приходе сложилось есть я штатный клирик а есть еще священники которые эпизотически помогают когда они приходят то я прошу их сказать слово заранее прошу сказать слово вообще это как бы один из одно из проявлений такого гостеприимства в священнической среде когда проповедь предлагается произнести гостю по такому принципу что ну меня там часто слушают я чуть ли не надоел что-нибудь свежее такое поэтому таким вот образом эти священники как правило говорят на дему Евангелия которая читалась за Божественной Литургией что касается меня то я как-то читаю заводить беседы отталкиваясь от тех сборников их у меня больше 20 машинописных сборников с выписками из прочитанной литературы за время учебы в духовных школах и последующее время и отталкиваясь от этих текстов но не в смысле механического зачитывания а отталкиваясь от них я начинаю раскрывать проводить примеры обычно там мне известны в конце своей жизни но обязательно эта беседа заканчивается предложением по кругу каждому что-то сказать не обязательно на звучавший материал отреагировать но что на душе лежит таким образом проходят беседы если это сам вона произносится тогда вопросы как бы там не звучат а если мы в формате таких вот посиделок то тогда это все как правило бывает вот таким вот образом и с первого дня я стараюсь чтобы каждое богослужение сопровождалось обязательно каким-то поучением каждая треба каждая треба каждая служба ну за исключением долгих вечерних богослужений а так вот утром обязательно должно звучать должно звучать прокурат что касается вопроса о старобрядцах новообрядцах ну вот я вчера побывал в старобрядческом храме и уже уходя обратил внимание что слева от хода висит такой материал перепечатка из дореволюционного журнала старобрядческого где такой заголовок кто уклонился кто уклонился вот вопрос кто уклонился в чем первопричина произошедшего и как быть если кто-то уклонился значит он должен вернуться на тот путь с которого он уклонился вот и дальше очень можно долго рассуждать приводить примеры допустим возьмем символ веры кредо символ веры упрежденный на первых двухселенских соборов вот у вас поется господа истинного и животворящего в приложении третьей ипостасии святой троицы духу святому это логично и то что реформаторы это слово убрали не могло не вызвать у ревнителей благочестия самой болезненной реакции как это так говорится в этом же символе выше бога истина от бога истина когда речь идет об отце и сыне а вдруг предложением духа святому это слово изымается так также можно еще моменты по символу веры веры отметить то что у вас так сказать не звучит в старой редакции в старой редакции было сказано рожденно а не сотворенно вот казалось бы мелочь вот Авакум говорил я готов умереть за один аз если взять этот аз рожденно а не сотворенно это усиливает противопоставление что именно рождены но не сотворены это пику арианской ереси которая учила о том что сын божий является все таки сотворенным хотя и величайшим творением бога то же самое в отношении слов не будет конца как не будет конца уже наступило царство божие ему уже нет конца не есть конца по-стоянски не будет конца это в будущем времени а уже с предшественной мир сына божия наступило его царство вот вот это по символу веры символ веры он награжден его неприкосновенность восьмым правилом третьего вселенского собора что никто не праве прибавлять или добавлять и преподобный Зерафим Саровский говорил горе тому человека нечто прибавит или убавит из того что святые отцы утвердили на семи вселенских соборах поэтому ну как этот вопрос обойти как его считать маловажным тростепенным в плане объединения все хотят и чают чают объединение это благо вот как у вас написано как хорошо и как приятно жить братья вместе но есть какие-то причины которые вот мешают этому это полноте общения конечно какие-то искусственные препоны искусственные какие-то так сказать навороты нужно обходить и игнорировать но есть вещи более серьезные более принципиальные от которых как просто не отмахнешься иначе тогда ты не можешь сказать о себе что ты будь верен до смерти сказанного писания можно еще развивать эту тему то же самое крещение пожалуй самая такая язва церковной жизни самая болезненная и самая такая острая это то что до сих пор доминирует обливательная или даже окропительная форма крещение вопреки тем 140 свидетельствам которые приводит Игнатий Тихонович в известном своем труде на эту тему подборка правил и статетических высказываний но никак мы не можем согласиться с тем что обливательное окропительное крещение равноценно погружательному да можно сказать что там могут быть какие-то исключения по особым таким обстоятельствам но если это как говорится всеобдержанному потреблении обливательное или окропительное крещение но это уже барьер барьер для общения вот в окрестном знамени вот Игнатий Тихонович вчера говорил вот но глуперстия для нас однозначно является предпочтительным почему потому что оно в большей степени отражает во внешнем образе символики суть догматической истины о Боге значит о Сыне Божьем двух естествах божественным и чудовищам который преклонил небеса сошел на землю и нас подвел на небо строится вот здесь отец благоволил Сын совершил Дух Святый усвояет нам плоды искупительной жертвы Христа вот эта форма перцесложения ограждена клятвой Стоглавого собора на котором председательствовал канонизированный митрополит Макарий и там были еще три святителя Гури Варсонофии это очень авторитетный собор и тоже никак нельзя его игнорировать поете Аллилуйя трижды да но Стоглав именно закрепил сугубую Аллилуйю и именно в откровении Богородицы преподобному Ефросину Псковскому было сказано что нужно двоить Аллилуйя продолжение каждому лицу Святой Троли за Аллилуйя хвалите Господа крестные крестные ходы посолом или напротив солнца при выходе из храма значит мы выходим по правую сторону обходим храм по новому начину с левой стороны вот опять-таки символика где более глубокая мы идем за Христом солнцем правды посолом когда говорят что идем навстречу Христу но даже чисто математически вот идем навстречу Христу достигаем какой-то точки пресечения потом уже разминаются наши пути такие элементарные даже рассуждения говорят о том что старый чин он более логичен выверен и авторитетен и поэтому просто так вот говорить о том что должна любовь царствовать и нужно такие обиды отбросить этого будет недостаточно есть еще какие-то вещи которые не урегулированы не уврачеваны если говорить серьезно о чем-то в какой-то перспективе про русский язык вы так ни разу не сказали я в общем-то про русский язык хотел больше потому что я считаю что не персты там не посыл а главное чтобы у нас объединительные слова Христа были вот сколько вы говорили вы только про какие-то именно обряды а сейчас любого старобрядца спроси ходят начиная патриарх от митрополита и до последнего ребенка и все скажут Христос Евангелие Библия Ветхий Завет все знают это наша основа основ а у старобрядцев мы знаем нету перевода простого перевода а Ветхий Завет его ну не поймешь ну я не знаю сколько даже в процентах не буду говорить ну простой люд точно не поймет они никем заняты они могут стихи писать вот как Холмогоров там заниматься пчелами и так далее но он не будет учить церковно-славянский до такого что откроет так спокойно церковно-славянский островскую и будет ее читать вот так вот как читаем мы сейчас синаидальным переводом который нам дали святые отцы тоже канонизированные ну не в старобрядческой церкви но в домобрядческой и вообще вот вообще дело все в том я считаю это мое личное мнение что нас всех губит именно наша наша злоба почему какие-то персты какие-то куда-то ходить должны в людях сеять такую вражду что мы не можем даже сесть и поговорить об этом это Христос этому не учил он с фарисеями прям заходил к ним а фарисеи уже первые враги его были мы знаем и прям с ними разговаривал почему и нужно это все эти собирать собрания соборы только на основе слов Христа не вот пропальцы а слова Христа о врагах а Господь такое говорит враг если враг мы должны слово враг как понимать старобрядцы слово враг как новообрядцы враг потому что у нас разные понятия оказываются о врагах враг это тот кто убивает всех твоих близних как нас обычно пугают когда я верующим стал меня как пугали мои друзья спортсмены а ты что пойдешь со своей женой они хорошо знают Марину и там в закоулке тебя изобьют ее изнасилуют страшно мне стало я говорю а не буду ходить по закоулкам написано не шарься по темным улицам города в Библии написано они раз отступили уже и что мне начинают говорить я им Библию говорю и все затихло перестали этой ерунду эту говорить это враги они делают самое паскудное что можно сделать самое злобное они убивают они как Сталин со своими опричниками энкодистами людей в подвалы загоняют и там их стреляют потихоньку чтобы никто не видел фильм Чекист посмотрите 90-го года а для чего чтобы не делать мучеников из этих людей а вдруг действительно человек праведник а он тихонечко закопали и нет его вот кто такие враги и Господь обращается говорит и посылаю я дожди солнца и на злых и на добрых и на праведных и на неправедных ну неужели я могу сказать что старообрядцы неправедны я никогда не скажу и не думаю что большинство старообрядцев скажут что мы тут неправедны но если скажут то это какая-то злоба уже а я чем неправедный чем я плохо сделал что по правой стороне пошел да я и не хожу это редко бывает чтобы я где-то ходил у нас тут все спокойно или там три свечки поставить или две аллилуйя сколько сказать аллилуйя аллилуйя слава тебе Боже или аллилуйя аллилуйя и перевод сказать слава тебе Боже это вообще для вот простого народа непонятно я с армянами разговаривал и говорю вы знаете кто вы там монофизиты монофилиты для них это вообще мы с вами одной верой и все вот они у нас тут работают и ничего мы не деремся с ними не убиваем как-то же смогли вот это объединиться а мы здесь братья все в России живущие это же основа основ почему у нас не может быть мира почему мы так тяжело живем все время с какой-то злобой как неправитель злобный становится Путина поставили все нормально сразу мочить в сортирах давай там убивать сейчас опять в Сирии вроде опять войска вели откуда это злоба у нас машин хороших нету танки отличные опять для злобы автомат Калашникова поставили тут памятник Волта и все радуются ходят мы плакать должны мы что сделали то 100 миллионов автоматов наших русских по стране по всей земле мы убиваем мы убийцы кто должен не показать как церковь что мы добрые мы христовы а Христос на кресте висит и говорит не ведут что творят прости им Господи на кресте уже все вот слова Христа должны быть объединительные а без слов Христа никакого объединения тогда не будет и тогда надо признать что ни с той ни с другой стороны нету христиан ну брату простить брату прости брату притча же есть 10 тысяч талантов и 100 динариев ну прости ты ему этот перст один он вы вот так показали вот так показали да а эти вот так вот это пускай будет Христос а это вот Троица и самое интересное как можно доказать что это Троица а это вот Христос или вот это вот Троица а вот это Христос я запутался сейчас сам никак никто не докажет а Златоуст говорит одним пальцем крестился и не знают большим этим или указательным или вот этим может неужели мы люди не можем договориться братья которые веруют во Христа в его причистые страдания причистые его тела и кровь которую принимают зачем мы тогда такие вообще нужны ему как ну там же люди там наверху митрополиты там патриархи они же люди перед ними склоняются столько миллионов людей миллионов я не ошибаюсь неужели они не могут смягчить сердце как сказал апостол Павел это у вас каменные сердца а у меня сердце расширено я всех вас объемлю братья и поэтому конечно когда у нас тут митрополит или епископ никто не падает ему на выю не плачет да куда ты нас покинул да он и сам быстрее от нас убегает вы такие вопросы задаете мне зачем это надо голову тут ломать я пойду там послужу да и все ну может быть и один такой которого это интересует я вот задал этот вопрос просто я хотел бы увидеть при жизни своей каким натипность говорит покаялась же зарубежная церковь перед старобряцами старобряцы ничего ничего не написали ну хоть бы написали но но слава богу наконец-то до вас дошло ну хоть такой бы ответ дали никакого не дали а ведь можно было начать уже зарубежную церковь может быть они пошли бы на эти там двуперстия если уже это является чем-то невероятным для людей простых людей которые слушают Христа а не себя а Христос ничего про пальцы не говорил и про посол ничего не говорил да и восток запад откуда придет Христос это тоже все только наши обряды когда все восстанут этим сон дух дыхни когда все кости облекутся живыми и плоти до того ли там будет когда все дрогнет а Господь спросит ты брата своего простил он брать тебе был ты простил его так он такой вот блудник там так далее он не бес он не бес говорит златоуст нету бесов среди людей любой может покаяться любой и он правда вдруг покаялся и горе тебе был праведник а ты его осудил в последний момент а здесь мы целыми церквями бодаемся миллионами людей все там конечно бесы смотрят это руки потирают как говорит святой что бессмысленному маханию рукой бесы радуются ну то что вы вот сейчас сказали это все довольно известно часто звучит посмотрите два момента я хотел бы отметить первый церковь столб утверждения истины она основана на божественном откровении что такое божественное откровение по катехизму две составляющие священное писание священное предание апостол Павел пишет итак братья стойте и держите предание им же научитесь или словом или посланием нашим то есть вкусно или письменно в Солунином 2.15 вот предание разве можем мы говорить только о писании как протестанты есть предание то что дошло от апостолов и это мы никак не можем игнорировать что касается вопроса объединения со старобрядцами я обычно такой пример привожу два соседа поругались один говорит давай все забудем по рукам ударим вот и по новой заживем но будет ли плодотворным такой подход когда сосед который набедокурил скорбил там по разному и как ни в чем не бывало предлагает так сказать дружить вы упомянули что зарубежная церковь в 2000 году приняла принесла такое покаяние но на это была положительная реакция об этом говорилось у староберяц в их изданиях во московской патриархии не последовало примеру зарубежной церкви до сих пор этот вопрос остается открытым мы говорим о желательности объединения но есть какие-то этапы к этому объединению первый этап который лежит на поверхности это покаяние тех по крайней мере гонениях кровавых которые были допущены в отношении к ревнителям древнего богачей и если это произойдет это будет иметь значение психологической разгрузки разрядки в отношениях создаст более благоприятную почву для дальнейших возможных шагов но ведь этот первый шаг не был совершен до сих пор понимаете поэтому так вот как бы глобально сразу мыслить не получится прежде чем закончить десятый класс мы поступаем первый второй и так далее есть какая-то последовательность действий так вопросы еще есть у кого это так уж загрузили батюшку да нет пожалуйста я для этого другое возможности богослужение в общем по новому по новому чину вместе с другими священниками как это и бывает это было например недавно и в Даниловом монастыре в Данилов день или в поездке на родину отца Воронежской области то же самое по отношению к священному писанию но в отношении синодального перевода есть там отдельные у меня оговорки я сейчас не буду их проводить я знаю что Игнатий Тихонович в этом плане непоколебимо стоит на страже синодального периода синодального перевода но Библия на русском языке она постоянно рядом с нами мы имели одно время обыкновение как это принято читать одну главу из Евангелия две главы из Апостола в послеобеденное время в беседке вот в любом случае естественно на проповеди мы цитируем священное писание на русском языке и в последнее время еще такое вошло входит обыкновение на трапезе праздничной как правило пока я предлагаю выступающим которые хотят поздравить праздником отталкиваться от слова Божия пропускается Библия по рядам и каждому предлагается выступающему чтобы он посмотрел текст священного писания и не отделывался общими словами по желаниям долголетия Израиля а все-таки отталкиваясь от какого-то библейского стиха нечто ну сказал поучительное поучительное а не только общее слово поздравление то есть как бы есть такое сознание что нужно Слово Божие возможно глубже внедрять в нашу церковную жизнь я например сторонник того чтобы ну хотя бы для начала раз в неделю в сетке расписания богослужений было бы в какой-то день скажем воскресный вечер вместо очередного акафиста ежедневного было бы записано что у нас занятие по священному писанию я сторонник вот этого сторонник и вообще чтобы проповедь она обязательно включала в себя Слово Божие а не просто там пересказ какого-то события или жития святого обязательно должно быть приоритетным в проповеди в беседе именно Слово Божие к современности к нам приложено конечно естественно мы должны мостик перебрасывать к современности естественно вот как вот Инатий Тихович отталкиваясь от наших младших братьев друзей собак он делает такие обобщения перебрасывает мостик в повседневной жизни примеры жизни но в итоге у нас возникает чувство благоговения к Творцу который создал одну из тварей которая так нас удивляет своими способностями матфея 5 глава с 23 по 24 стих итак если ты принесешь дар твой жертвеннику и там вспомнишь что брат твой имеет что-нибудь против тебя оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде перемирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой толкование блаженного филаты бог отказывается и от собственной чести лишь бы мы хранили любовь к словам брат твой имеет что-нибудь против тебя не присовокупил еще ничего справедливо ли или несправедливо имеет он примирись при том не сказал если ты имеешь что-либо против него но если он имеет нечто против тебя постарайся примирить его с собой а дар повелевает оставить для того чтобы поставить тебя в необходимость к примирению ибо же ежели при всем пожелаешь принести дар твой то по необходимости должен будешь примириться но си вместе показывает и то что любовь есть истинная жертва вот и все весь ответ чтобы было примирение не бежит церковью прекрасно примирение не обязательно объединение я об этом если вы спросите старобрядцев ну что же вы такие твердокаменные не хотите прощать а я ничего не имею по отношению к тебе к тебе к тебе вот и я не требую прощения спрашивать передо мной вы обратитесь к прощениям к тем пострадавшим многим и многим тысячам которые были и сожжены там или и казнены и так далее и так далее и перед тем что вы сотворили нарушив изначальное предание церковное вот а что нам мы так на вас не в обиде лично у нас ничего между вами не было они могут так ответить так они отвечали я это слышал иезуиты до сих пор существуют так вопросы еще есть нет наверное надо уже заканчивать мы должны поблагодарить батюшку за то что он у нас здесь побывал в гостях я полагаю что это один из шагов примирения который на пути примирения и поблагодарим батюшку и пожелаем ему многое лето в здравии душевно и интересном многое лето многое лето Многое лето, многое лето, многое лето Ждем вас еще раз и не раз. И я тоже вам один раз только спою, тоже многолетие, нашим распевом. Многое лето, многое лето, многое лето И вам помощи Божией в ваших трудах.